Я быстро догадался, что это была за полоса, поскольку не раз видел подобное. «Это корабли!» — с ужасом закричал один из матросов. «Их полный вперед!» — скомандовал я. «Леонард, что ты творишь?» — прокричал с палубы шрам. «Нужно поворачивать!» «Ничего не бойтесь! Мы под защитой клинка!» — успокоил я команду. «Люди послушались приказа. Но я видел, что они не на шутку обеспокоены происходящим». Корабли тем временем подходили все ближе и ближе. Флотилия выстраивалась в боевую позицию. Ведущий корабль был впереди, а позади него ровно располагалась первая линейка. В обычной ситуации такой многократный перевес сил противника грозил нам неминуемой гибелью. Рассматривая приближающийся флот, я желал поскорее увидеть ведущий корабль. Я прекрасно знал, что это будет «Founder of England». У него был корабль-двойник, на котором я служил долгое время. Мне нетрудно было различить два этих судна. Разница была известна лишь немногим, и заключалась она в том, что на втором был длиннее флагшток. Примечание. Флагшток. Металлическая, деревянная или пластиковая вертикальная стойка. Шток, стержень, древко, на которой подымается флаг. Конец примечания. Я должен был перейти на службу на главное судно с двойника, если бы этому не помешал Александр Минкс. Сейчас меня переполняло желание мести. Как будто, чувствуя мое настроение, небо покрылось черными тучами. Корабль-двойник должен был нанести первый удар. И, не дожидаясь этого, я направил клинок в небо. Луч попал в облако над кораблем и внезапно погас. Я замер в ожидании. Небо разрезала вспышка света, и на корабль-двойник обрушилась молния, после чего раздался взрыв, и судно разнесло в щепки. Нашу палубу озарили радостные вопли. Теперь нам нужно было уничтожить еще несколько кораблей первой линейки, чтобы разрушить строй и посеять панику. Если все выгорит, нам откроется главный корабль с человеком на борту, изменившим мою жизнь. Второй луч, мощнее прежних, взвился в небо, и больше дюжины вражеских судов были стерты с водной глади. Вспышки от молний, ударявших в палубы, слепили нас. Страшные раскаты грома заглушали взрывы. Через несколько минут на месте первой линейки кораблей плавало множество горящих обломков. Уцелевшие судна спешно разворачивались, пытаясь спастись. Они врезались во вторую линейку, разрушая строй. План сработал. И вскоре нам открылся настоящий Фанджер Вингленд. Я не хотел уничтожать этот корабль. Я планировал ступить на палубу победителем. Мы направили наше судно прямо на Фанджер Вингленд, экипаж которого опешил от такой наглости и неожиданной мощности нашего оружия. Однако противники не собирались сдаваться и готовились нанести ответный удар. Мощные корабельные пушки английского галеона могли обратить в прах многие корабли. Но не наш. Я воспользовался трюком, который однажды показал мне Гибдор. По-особому взмахнул клинком, и вылетевшие ядра тут же потеряли набранную скорость и упали в воду. Приближаясь к Фанджер Вингленд, мы пересекали все их попытки открыть огонь. Когда мы поравнялись, я в очередной раз взмахнул клинком. Яркой световой линией кинжал отрезал у судна мачты и боковые орудия. Кинув трап, мы взбежали на борт, ожидая яростного сопротивления. Но его не последовало. Матросы стояли на палубе, побросав оружие и подняв руки вверх. Страх сковывал их. Команда даже не предприняла попытку защиты своего капитана, как того требовал негласный морской закон. Мы связали их и посадили в шлюпки. Теперь на палубе не осталось никого, кроме нас и капитана. «Ты?» С ужасом и удивлением смотрел на меня Александр Минкс. Укрываясь от взрывов, он даже не заметил, в какое плачевное состояние пришел его корабль. Теперь, проходя по палубе и спотыкаясь об обломке, он с удивлением разглядывал все вокруг. Он был все так же отвратителен, как и прежде. «Я должен был сразу убить тебя, мразь!» С яростью начал орать на меня Минкс, приближаясь ко мне. Я потерял терпение и пнул его так, что он рухнул на палубу. Подойдя ближе, я вознес золотой клинок над собой и взглянул на охваченное ужасом лицо Минкса, по которому вдруг потекли слезы. Лезвие вспыхнуло ярким светом, а затем погасло. «Я не стану убивать тебя», — сказал я и опустил клинок. «Ты слишком жалок». Я еще раз оглядел практически уничтоженный корабль и понял, что Минкса разжалуют за такую погрешность. Скорее всего, он гниет в тюрьме. «Что ж, он заслужил это сполна». Я повернулся и зашагал к трапу, чтобы вернуться на свой корабль. «Леонард!» — закричала девушка без имени, испуганно глядя куда-то за меня. Минкс разглядел пистолет среди обломков и подполз к нему. Схватив оружие, он направил дуло мне в спину и нажал на спусковой крючок. Мне показалось, что в этот момент время остановилось. По крайней мере, мне хватило этой доли секунды, чтобы обернуться и махнуть клинком в сторону Минкса. Луч разрезал пулю, вылетевшую из дула, сам пистолет и руку стрелявшего. Луч добрался и до груди Минкса, разрезав туловище пополам. На палубу хлынула густая багровая кровь и упал изуродованный труп. Корабли армады разворачивались и в страхе удирали. «Обыскать судно и вернуться на корабль», — приказал я. «Нас больше никто не побеспокоит». Ветер раздувал паруса Black Seagal, мы направлялись в уничтоженный порт. На борту Funder of England мы нашли множество сундуков с золотом, которое Минкс долгие годы подворовывал из казны и скапливал в трюмах. Уничтожив этого негодяя, мы оказали услугу Англии. Клинок стал моим верным спутником на долгие годы. Держа его в руках или любуя сим, я каждый раз погружался в глубокие раздумья о минувших событиях моей жизни и о том, что ждет меня в будущем. Эпилог. Кто я? Пират или все же нет? В любом случае, я перестал быть рядовым человеком. Иногда мне казалось, что одержимость картиной и золотым клинком — не лучшее воспоминание моей жизни. Но с тем эта страсть кардинально изменила ее, трудно было поспорить. Мне стало сложно жить среди обычного и даже цивилизованного общества с таким бременем. Не нашлось мне места и среди пиратов. В этих поступках и образе жизни я не видел ничего созвучного своим интересам. Обладая золотым клинком, я был озабочен вопросом изменения этого мира в лучшую сторону, но не знал, возможно ли это и по силам ли мне такое предприятие. Сначала я пытался продолжать жить так, как привык жить до всей этой истории. Но вскоре понял, что я нынешний — это совсем другой человек. Моя прежняя жизнь казалась мне сейчас бессмысленной, ведущей в тупик. В глубине души я мечтал, чтобы со мной поменялось и мое окружение. Но люди, находившиеся возле меня, этого не хотели. А может быть, просто не могли ничего с собой поделать? Я решил предпочесть ошельничество и уединился на острове. Здесь мне не было дела до всего мира, и лишь судьба одного человека по-прежнему вызывала интерес. Девушка без имени оставалась со мной на корабле до тех пор, пока в одну из ночей я не принял решение скрыться. Корабль тогда я оставил ей, сказав, что она вправе делать с ним, что пожелает. Поселившись на острове, я построил себе прочный дом, занялся хозяйством и размышлениями. Клинок я решил надежно спрятать на острове, защитив его множеством ловушек. Картина из-за наших с ней похождений довольно сильно пострадала. Я посвятил ее реставрации несколько долгих одиноких вечеров. Сидя за работой, я разгадал тайну клинка. Не я искал клинок, а он звал меня к себе. Я был не первый, кто находил его, и был очередным, кто перепрятал. Люди на борту замерзшего корабля стали жертвой сработавшей ловушки. Они-то и позволили мне без труда подобраться к сокровищу. Я вполне мог оказаться не последним, к чей помощи он обратился. Возможно, будут еще избранные клинком отчаянные люди. В один из очередных вечеров, сидя на берегу моря, я заметил небольшой легкий корабль. Он встал на якорь неподалеку от острова, и в мою сторону направилась шлюпка. В ней сидела девушка без имени. Она разыскала меня. Она попросила разрешения остаться со мной. Я выдвинул ей только одно условие. Должно быть, вы уже догадались, какое? Эллис. Ее имя было Эллис. От нее я узнал, как складывалась судьба Блаксигл и ее экипажа. Она отдала корабль под командование Джона Лорди, который дорожил им как собой. Друид Гибдор тоже покинул судно после моего исчезновения. Вудс Роджерс и Шрам присвоили себе несколько кораблей и стали капитанами. Даниэль Хорнсби построил верфь, на которой он мастерил необычные суда и оружие для них. Потом ему это надоело, и он исчез. Люди поговаривали, что он продолжил свою изобретательскую деятельность. Постоянно находиться на острове было тяжело, и мы иногда выбирались к людям, чтобы пронаблюдать за тем, как течет жизнь. Однажды я даже наведался к профессору, который приютил меня после кораблекрушения, и немало времени мы с ним провели за беседами. А в одном из портов я все же встретил ее. Мария была по-прежнему неповторима. Она была одна и, не замечая меня, направлялась к кораблю. Я сидел в капюшоне далеко от нее, но она все же почувствовала, что за ней наблюдают, и оглянулась, подарив мне долгий взгляд красивых, внимательных глаз. Спустя годы он все так же волновал меня. Противостояние происходило внутри меня. Я обладал множеством знаний, которые могли служить наградой, но превратились в невероятную пытку, лишив меня нормальной человеческой жизни. Мне приходилось просто существовать, став стражем совершенного оружия, обладавшего непревзойденной силой. Я мог изменить мир, но пока лишь охранял золотой клинок и его тайну. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Расляков. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Продолжение следует... 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 Не сейчас. Я пока не буду использовать эту способность. Нужно больше ярости. Надо, конечно, жить. Не сейчас. Достаю слишком далеко. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Ярости неожиданно. Я пока не могу использовать эту способность. Ярости не достаточно. Не достаю слишком далеко. Не сейчас. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Надо ждать. Сейчас. Сейчас. Нужно подойти. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Убеняю. Кто не могу использовать эти способности. Не подходящая цель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok